Пам-пам-пам! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем рисовать всех отзывки. Поэтому приглашаю вас пристегнуть ремни и сесть спокойно. Потому что у нас целых 30 минут. Не каждый продержится до конца, я уверен. И те люди, которые продержались до конца, молодцы. Заслуживают мой респект. Если вы продержались до конца, напишите в комментариях, чтобы я знал, кто молодец, а кто нет. Но все молодцы. Все-все-все молодцы. И сегодня мы рисунок начнем с Сышики. А именно, с глаз. Я сейчас рисую верхнюю часть глаза, поскольку он смотрит снизу вверх. Поскольку, вы понимаете, он выпендривается. Выпендривается? Зачем? Не знаю. У нас тут Наруто, как Саски вообще. Перед кем он выпендривается, я не понимаю. Но тут он выпендривается. И вот, мы рисуем сперва верхнюю часть глаза. И нижнюю часть, которая весьма маленькая. Очень маленькая. Расстояние между глазами один глаз. И он равняется правому глазу, поскольку он немножко меньше. В целом, тут, мне кажется, сориентироваться будет весьма хорошо. Легко. И зрачки у Ишики видны очень плохо. Потому что у него свой глаз своеобразный. И черную сторону, белую сторону глаза отличить фактически невозможно. Хорошо. Мы нарисовали глаза. Глаза мы нарисовали. Мы молодцы. Мы, если честно, уже рисовали Ишики этого. Нет, мы рисовали другого Ишики. Но этот Ишики тоже был давно. Но поскольку авторские права на музыку в тот момент у меня появились. И вот проблемы из-за авторских прав пришлось удалить. Ролик, как и несколько еще роликов. Около 10 роликов ушли тогда из-за авторских прав. Хорошо. Рисуем нос. Нос находится на расстоянии между глазами. Скажем так. Глаза, если у вас равняются сантиметру. То нос находится на расстоянии 1,2-1,3 мм. Вот так вот. Почему он находится так близко к глазам, вы спросите или не спросите. Если вам интересно, поскольку он смотрит снизу вверх. Из-за пропорции. Нос меняет свою форму. Вот так вот. Вот такая вот банальная логичная вещь. Хорошо. И рот. Если честно, мне нравится рисовка в бороде. Да, только рисовка. В некоторых сериях. Только так. А в других вообще не нравится. Это странно. Но это так. Мне нравится рисование губ, например. То, что они делают трехслойные губы. Что нечасто увидишь. Да. Есть нижняя часть, которая есть у всех. И есть верхняя часть, которая рисует немногие. Характерно. И это нравится мне в бороде, да. Хотя они не испортили многих персонажей. Таких как Кинато, Саски, Сакура. Сакура, мне кажется, стал лучше в рисовании именно в рисовке. Ну, а остальные персонажи столь просто ужасно испортили всех. Согласен. Ну, новые персонажи колоритные. Колоритные рисовка в них неплохая, скажем так. Представим факт того, что новые персонажи вышли хорошо. Но вот старых испортили окончательно ужасно и неповоротно. Я не понимаю, как Кишимото допустил такой коллапс в персонажах. Я удивлен, разочарован, апсет полностью. Вот просто невозможно. Это как можно было такое создать, я не могу представить. Вы будете в этом видео удивлены или неудивлены. Я не знаю. Я буду очень часто критиковать Парута. И от рисунка я буду отходить очень часто. Хорошо. Перейдем к рисунку еще раз. Мы нарисовали волосы и нарисовали отметины вокруг глаза. И около глаза. Очень близко к глазу. Как можете отметить рисунку? Прямую линию, находящуюся под градусом. Какого градуса? Равняется около 85-80. Мне кажется, это градус. Точно сказать не могу. То же самое мы проворачиваем с второй частью. С правой частью. Мы тоже делаем прямую линию и соединяем ее с нижней части подбородка. Хорошо. Многие с этим справляются. Весьма хорошо. У многих косяки возникают именно в волосах. Потому что я не могу их объяснить. Потому что это трудновато. И моего словарного запаса, к сожалению, на это не хватает. У всех хорошо получаются глаза, нос, рот. Потому что я объясняю их великолепно. Кто бы сомневался, конечно же. Но вот с подбородком и с волосами возникают шуткие проблемы. Поскольку не могу сориентироваться и как-то придумать нормальное объяснение, как их рисовать. Поскольку каждому персонажу необходим отдельный подход. Подход немножко трудновато. Хорошо. Пять минут уже прошло. А мы все еще рисуем ишрики. Настолько этот персонаж трудный. Но киншики будут весьма легкие. Как и урашики тоже были весьма легкие. А вот забыл как последний вызовут. Я даже его не помню. Если честно, я не знаю, откуда он вообще появился. Если честно. Вот не обижайтесь, если он ваш любимый персонаж. Но я не знаю, как зовут последнего человека, который стоит около ишики. Я вот его не знаю вообще. И знаете, если честно, я его особо и не хочу. Потому что он у нас из последнего фильма, который был десятым, если не ошибаюсь. Или одиннадцатым. Вот около того. Он там появляется. И потом появляется он в Барута. А Барута сейчас я не хочу смотреть. По одной причине. Потому что там в основном сейчас идут филлеры. А филлеры мне не нужны. Я хочу смотреть сюжет. И понять, что произошло. Что происходит. А не филлеры, которые мне пока что не нужны. Если да, есть там один филлер, который мне очень понравился. Это про Какаши, Гая и про Мирай. Я посмотрел его. И мне понравилось. Потому что я видел старых персонажей. Своих любимых персонажей. И немножко порадовался за них. Увидел Кибу. С его девушкой. Увидел Чоджи. Увидел старых персонажей. И такой, блин, классно. А то, что сейчас происходит. Новых персонажей. Я вообще воспринимать сейчас не хочу. То же самое вот с Ишики, например. Я его не знаю. На что он способен. Какая у него сила. Какая у него скорость. Техники. Умения. Что делают его глаза. Я вообще без понятия. Я вообще без понятия, что происходит. Что-то там с Каваки. Что-то там в него, наверное, он встился. Как Мамошики вселился. В Паруто. Там что-то происходит. Я вообще без понятия. И знаете, если честно. Я особо сейчас не хочу. В будущем, возможно, узнаю. Хорошо. Есть у него коса. И сейчас я немножко сопутался. Потому что есть Ишики. И есть кто-то очень похожий на него. Когда ты вбиваешь, например, в поисковик Ишики. Выходят Ишики. Вот этого человека. И выходит кто-то еще. Который без... Вот. Который как человек, но очень похож на него. Точно такие же волосы у него. Без рога. Я не знаю, кто он такой. Но мне кажется, что вот он владел его телом до. И теперь он владеет телом Ишики. Каваки. Что-то с моим языком сегодня не то. Я что-то очень сильно запинаюсь. И некоторые слова выговариваю неправильно. Нужно больше говорить скороговорок. Хотя я говорю так быстро. Скороговорки помогут мне исправить титцу и речь. Речь, которую нужно исправлять уже 100%. Хорошо. Но не сегодня. Когда-нибудь в будущем, лет так через 7. Вот тогда и я исправлю свою речь. А сейчас мне нормально. Иначе всего он тоже нормально. Хорошо. Мы нарисовали Ишики. Мы молодцы. 7 минут 30 секунд мы рисовали Ишики. Что очень-очень долго. Очень долго. Хотя в целом это моя обычная скорость. Так как я рисую одного персонажа за 7 минут. Одного человека. Хорошо. Второй. Мумушики. Мумушики. Если честно, в начале, когда он появился в аниме, персонаж нулевой. В нем нет ничего. Я не чувствовал от него ничего. Ни агрессии, ни сострадания, ни какой-либо опасности. Когда он появился, да. Вы помните, как он появился. Я смотрел этот момент. Не чувствовал ничего. А вот когда они все ушли в другое измерение. Все Каги ушли туда. И тогда там была драка. Вот тогда я чувствовал от него какую-то вот такую опасность. По крайней мере. И желание победить. Тогда я почувствовал. Тогда он показался мне классным персонажем. Но когда он обладел телом наруто. Я такой думаю. Блин, вы что хотите делать? Такой сюжет. Разочарований. Вот так вот я почувствовал. Хорошо. Теперь рисуем мамушеки. Рисуем сперва два лепестка. Глаза. Расстояние между глазами один лепесток. Да, вы поняли, что расстояние между глазами один глаз. И если глаз равен двум сантиметрам, то расстояние двадцать сантиметра. Если глаз равен полтора, то расстояние полтора. Вот что я имею в виду, когда я говорю, что расстояние между глазами один глаз. Потому что каждый человек нарисует по-своему глаза. И вы нарисовали правый глаз, потом нарисовали левый глаз, и вы поняли, что расстояние один глаз. Расстояние до носа равняется коэффициент. Тут у нас уже математика, тут уже немножко труднее, если говорить про расстояние, потому что ориентироваться по глазам. Тут тоже нужно считать, потому что коэффициент. Коэффициент 1,2. Нет, не 1,2, ты что, ты что, не 1,2. Даже выговорить я не могу эту цифру. Ужасно. В этом рисунке расстояние между носом и глазом. Сколько оно? Сколько оно равно? Это расстояние между этим... Вот третий глаз. Вот такое вот расстояние. Да, ужасный человек. Как ты учишь людей рисовать? Что с тобой делать, Инна, это я не понимаю. Какой же ты ужасный человек. Хорошо. Ну, знаете что? Мамушики нарисовал классно. Красиво. Мне понравилось, как я нарисовал мамушики. Больше, чем мышики. Я считаю, что ты нарисовал его вообще превосходно. Своеобразно, в своем стиле. Вообще отлично. Тем более я рисовал его с половиной, получается, с помощью своего опыта, который уже есть. Я нарисовал уже уверенно, могу сказать, что я нарисовал тысячи персонажей. Потому что есть рисунок, где я рисую тысячу персонажей. Я нарисовал всех персонажей народа. Тысячу триста тридцать четыре персонажи. Я их всех нарисовал. Всех, учитывая с фильтрами, без фильтров. Всех рисовал. Как минимум две тысячи человек, мне кажется, я нарисовал здесь всю свою жизнь. Так что опыт есть. И я использовал этот опыт. Так что да. Рисуем теперь его мятки. Вот эти вот вмятины, но в патины. Одна треть видео уже подходит к концу. Как сказал казахский комментатор, 30 минут это три десятых. Да. Казахский комментатор классный вообще. Обожаю казахских комментаторов. Но футбол я особо не смотрю. Но комментаторы классные у нас. Я вот с этим вообще не сомневаюсь. Так что да. А так вот мы нарисовали отметины. Которые весьма классные. Классные. И теперь рисуем волосы. Вот так вот. Вы знаете, вот я сейчас подумал такой. И пару тоже даже не входит в пик три нового поколения. Вы понимаете, да? Вы понимаете? Вы понимаете, что это ужас? Смотрите, есть пик три. И олд, которые входят в One Piece, Наруто и Блич. Это олд пик три. И есть нюл пик три, который нью дженерэйшн. И там у нас кто? У нас там МГА. Клинок рассекающий демонов. И Чжи-Чжи-Цу Кайсен. Чжи-Чжи-Цу Кайсен это... Как было на русском? Я забыл. Я забыл, как Чжи-Чжи-Цу Кайсен на русском. Ой, ужас. Ужас, ужас, ужас. Как быстро вспоминаю. Где я вот этот вот... А, даже именно я забыл всех персонажей. Надеюсь, вы поняли. Что я имею в виду? Где... Нет, Санэми, что за ужас? Чжи-Чжи-Цу Кайсен. Ну, вы поняли, надеюсь. Ну, вы поняли, надеюсь. Ну, вот этот пик три. Базару ноль. Верно. А в Аруто-то не входит. Хотя у него очень хороший старт с Наруто. Наруто, блин, ты что? Старый бик три. Новый бик три обязан быть на Аруто. Ну, мы понимаем, что сюжет у Аруто плоховат. Как и рисовка. И аниме, которое состоит чисто из филлеров, которое выбешивает всех. Как можно было сделать так много филлеров? Я не понимаю. Кишимото, что ты творишь? Напиши уже сценарий до конца, пожалуйста. Ты придумал это в 2007 году. В 2007 году. А если нет, то нахрена ты создал Аруто? Скажи, пожалуйста, мне. Если твоё идея... Ну, формально. Есть ведь отглоски того, что ты придумал это всё тогда. Потому что Ткагой говорит, что она создала Зетсу, чтобы убить кого-то другого. Она готовилась к войне. С кем? С Сотсу, с своими братьями. Хорошо. Ты это закинул. Тогда. Давно. Давно. И я не верю, что у тебя не было сценария. Или у тебя не было сценария. Кишимото, что за хрень? Почему Паруто состоит из филлеров? Почему она состоит из филлеров? Почему 90% Паруто это филлеры? А мне приходится искать нормальные. Надо почитать мангу. Надо почитать мангу. И потом буду всё понимать. И буду умно сидеть тут и озвучивать ролики. Буду молодцом. Сейчас у нас самый веселий персонаж Кагуя. Я не знаю, кто сильнее. Кагуя или Ишики. Но есть мое мнение того, что Кагуя сильнее. Потому что Ишики проиграл Наруто и Саски. Хотя Кагуя тоже проиграла. Но Кагуя-то было поддавалось. А Ишики не поддавался. Так что я считаю, что Кагуя сильнее. Хорошо. В общем, Кагуя. Тут Кагуя будет. И будет чёрный зацу. Такой вот рисунок я выбрал. Потому что, ну... В Кагуе нам, считай, показали слишком мало в Баруто. Ну, это Наруто. Слишком мало ей показали. И нету нормальных кадров. Нету нормальных моментов с ней. И приходится выбирать что-то такое, которое средненькое, да? И приходится даже самому дорабатывать, дорисовывать, чтобы было что-то красивое. И в этом видео я осознал, что вот когда рисунок человек смотрит в меня фронтально, вот прямо, как мамушки, например, рисунки получаются классными. Но когда человек поворачивается, рисунки получаются ужасными. В этом проблема в том, что ориентироваться я особо в пространстве, как вы можете понять, не умею. И это основная проблема. Блин, я думаю, что шушит? Это моя рука, как шушит. Хорошо. Вот так вот мы, чтобы нарисовать хорошо контур лица, использовать нужно нему плеч. В плече контур лица просто отличный. Я вот смотрю, как рисуют плеча в контур лица такой, типа, сбоку персонажей. Я охреневаю, как они красиво нарисованы. Это просто другой уровень. И в октябре, в этом году выйдет плеч. Тогда я буду рисовать персонажа плеча, и никто мне ничего не скажет. Понятно? Нарисую Ич, 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 Ичига. Нарисую всех, кого захочу. Вот Ичига Курасаки. Кто там еще был? Забыл всех персонажей. Ужас, 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 ужас. Нарисую всех капитанов Каты-13. Просто вот возьму и нарисую. Ну и всех, конечно. Некоторые меня вывешивают, некоторые нарисую. Самый молодой капитан, я думаю, что он не заслуживает звания капитана. Он ужасен. Как можно было дать ему звание капитана? Эх, его я нарисовать не хочу, если честно. Его рисовать не хочу, а вот всех других хочу. Эспады думаю нарисовать некоторых, да? Не всех, конечно, потому что их слишком много. Нулевой эспады, возможно, нарисую. Или же нарисую, ну, в общем. А в октябре туториал по плечу будет 100%. Вот. Они будут обязательно. Привыкайте. И вот я не знаю, когда выйдет клинок. Дурно выяснить, когда выйдет клинок. И тогда я нарисую персонажей из клинка. И вот выйдет еще плюрок, который я вот жду. И вот нарисую их тоже. Вот. Буду рисовать по выходу аниме, потому что я выяснил, что я опаздываю с аниме. Потому что вот сегодня я нарисовал персонажей аниме, которые были популярны месяцев пять назад. А я только когда я зашел до них. Что за ужас? Что за ужас? А я не получается. Нарисовал хорошо во время. Туториал вышел, да. Я даже нарисовал опередил время, когда они стали популярны. Вот так вот. Вот так вот я хочу дальше. Хорошо. Кагуя. Вернемся к Кагуе. Да что мы вернемся, блин. 15 минут прошло. 16 минут озвучки. Ужас. Ужас, 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 ужас. У меня уже мысли все перепутались. И горло бы засохло, засохло. И все ужасно вообще. Сейчас у нас сколько в Казахстане? Сейчас у нас в Казахстане время, время, если вам интересно. Сейчас у нас 4 утра. А я сижу и озвучиваю ролик. А я должен спать. Спать в 4 утра. Все спят. А я не сплю. Потому что я должен озвучить ролик. Я молодец. Хороша. Мы половину закончили. Мы молодцы. Вы нарисовали троих персонажей. Вы пришли к Кагуе. Вы молодцы. Вот так вот. Вот так вот. Вы знаете, что вы молодцы. Вы нарисовали Кагую. Нарисовали Мамошики и Шики и Кагую. И дальше все будет легче. До 6 персонажа. 6 персонажа вообще охренелый. Получается как это. Не хочу. Не хочу его озвучивать. Не нравится мне он. Не знаю, кто он такой вообще. Не знаю, как их зовут. Ужас. Тонерий его зовут. Блин. Вспомнил. Тонерий его зовут. Тонерий, который приснется в бору. Ты такой, говорит, у тебя будет классная сила. Фича. Используй, пожалуйста. Как хочешь. Вот так вот. Ты такой, молодец. Да, я забыл. Еще уже в 23 году выйдет уже аниме про Минато. Минато и Кушина как они вот этот романтик. Вот это вот все. Блин. А вот это же тоже формально. Это не филер, ни хрена. Это тоже аниме сюжетное. Это как Китачи, который был в Акадске. Блин. Это же будет классно. Вот тогда я нарисую еще раз Минато и Кушина. Какой класс. Вообще. Ну реально. Я вспомнил это. И у меня реально появилась какая-то надежда. Надеюсь, Кишимото сделает классную вещь. И пожалуйста. И аниме... Тиви Токио уже дала Кишимото такой вот заказ, чтобы он создал аниме про Минато и Кушина. Пожалуйста, Тиви Токио, скажите мне, куши... автору Наруто, как его зовут, скажите ему, чтобы он сделал про Какаши тоже. Это точно так же. И про Кая, если можно, пожалуйста. было бы вообще отлично с ними вот так вот создать какой-то такой вот аниме-сериал. Как сериал. Эпизод. Хорошо, мы теперь рисуем Киншики. И мне кажется, это не особо интересно, потому что никто его не знает. Никто его не знает, он умирает здесь. Во-первых, ужасный персонаж. Его съели, и снижилось, то есть, да? Чтобы стать сильнее. Не помню, сто процентов. Хорошо. Буду требовать от Кишимото, чтобы он сделал нормальное аниме. Требовать. А кто я такой, чтобы он не слушал, да? Да? Охренел совсем? Охренел. Эх, что поделать? Что имеем, то имеем. Рисуем Киншики. Да, Киншики. Его зовут Киншики, если мне... Ноги путают Мамушики и Киншики, как я понимаю, и реально можно заботиться, потому что этого персонажа нам показали очень мало. Что он умеет, что он может, на что он способен. Мы ничего из этого хорошо не знаем. Я хочу, чтобы в пору туда делали классную боевку. Классную боевку, потому что у вас есть предыстория Наруто, у вас есть заработанные деньги оттуда. Почему вы не вкладываетесь в анимацию? Почему вы не вкладываете в анимацию? Понимаете, это важно. Сейчас заметно, что люди, людям нравится хорошая анимация. Вы это замечаете, да? SpyXFamily, семья шпионов или как, не знаю, на русском, забирает свои классные анимации. Анимация реально классная. Я смотрел, я смотрел аниме, но смотрел Эдиты в ТикТоке, они реально классные. Я только думаю, блин, классная рисовка, отличная. То же самое я могу сказать про клинок, потому что в клинке никто, мне кажется, не посмотрит, что анимация на другом уровне. Она вообще классная. Очень классная анимация в клинке, и реально завораживает, и смотреть очень приятно. Даже если в клинке боевка не особо такая классная, да? Но картинка это весьма сочная, она классная. А в бороду что мы имеем? В бороду мы имеем предысторию Наруто, которую они просто вкладывают в душу. В Наруто была душа, а в бороду души нет. Вот что я хочу сказать. И было бы классно, если бы они вкладывались больше средств на то, чтобы делали серии лучше, боевку тоже получше. Ну, какая боевка у нас есть в Наруто? Вот, я могу сказать, что есть одна классная боевка, которая мне нравится очень сильно. Это боевка Обито Какаши, которая классная. Вот, реально классная. Я считаю, что она одна из лучших боевок в аниме, потому что если ты смотрел все аниме, то ты видишь сюжет, да, типа вот этот вот бой между старым детством, бой настоящий, который происходит в одно и то же время, который меняется в кадр, именно такой прочувствующийся. Я считаю, что это лучший бой во втором сезоне Наруто. Да, вот в Ураганах Хрониках это лучший бой, я так считаю. А лучший бой в первом сезоне, мне кажется, никто не будет спорить, что это Гай, ой, Гай, говорю, Ли и Гара. Никто с этим не будет спорить, потому что Ли и Гара это просто бой лучший в первом сезоне определенно уж 100%, и возможно даже один из лучших боев в аниме в целом, потому что, вы знаете, когда я смотрел Наруто в целом, я смотрел Наруто когда мне было 5 лет в садике, я учился в казахском садике, мы смотрели Наруто Power Rangers, и я тогда не понимал русского языка вообще, но я человек, которым было 5 лет, смотревший вот этот вот момент боя, я полностью понимал про что они говорят и что они чувствуют. я полностью понимал, что он тренируется, а он талантлив с рождения, и я видел эти слезы, и я был в шоке, и этот бой запомнился мне очень хорошо, я помню даже, что я плакал моими моментами, вот настолько этот бой был классный, вот расскажите, персонажи, Ли было просто великолепным, да, Кишимото справился с этим отлично, но потом слиться так грамотно, блин, Кишимото, так нужно уметь, слил одного из самых лучших персонажей в трубу, вот ужасно, как так можно было делать, я не понимаю, Нейджи он также слил, Тенте он даже не пытался с самого начала, он ее просто слил, ну что за ужас, Гару он слил туда же, Конкуру тоже слил, в первом сезоне все было отлично, почему все он слил, я вообще не понимаю, как так можно было бездарно всех слить, ужас, слил всех, слил Шину, слил Рок-Али, слил Нейджи, слил Гару, всех слил в трубу, зачем так делать, я не понимаю, были же такие колоритные персонажи, Шину вообще был отличным персонажем, предыстория, не было предыстории, дурак, но все он, как колоритный персонаж, загадочный, блин, вообще ужасно загадочный, и я еще не говорю, что их слили в Ураган на Хрониках, а в Барута вообще их закинули туда, вниз в ядро земли, откуда вообще невозможно выбраться, они уничтожили, уничтожили Шину, Кибу, Чоджи, всех, всех уничтожили, и сидим теперь мы, имея ворота, имея вот эту вот хрень, я хочу, чтобы ее не было вообще в этом мире, вот хочу, чтобы их вообще не было, ужасно, как можно было такое создать, я вообще не понимаю, вот ужас, 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 если вы думаете, если вы хотите сказать, что есть Барута, типа такая хорошая вещь, например, скажем так, в том, что если рассматривать Барута как отдельный аниме, отдельный аниме, то она неплохая, да, она неплохая, вот в чем и проблема, а с предысторией Наруто она должна быть великолепной, она неплохая, она даже не хорошая, понимаете, да, есть несколько стадий отрицания, ну как отрицания, оценок, оценки делятся так, плохо, неплохо, хорошо, отлично, и великолепно, по пятибалльной шкале, вот так вот, и она неплохая, это вторая получается, сзади есть считать, это двойка, это даже не тройка, это двойка, она неплохая, она даже не хорошая, я молчу отлично, и великолепно, вообще молчу, да, я понимаю, что народ сам не великолепен, но учитывая тот факт, что я сплетел в пять лет, и вот это вот все наплывает, и я ставлю им великолепно, потому что детство, я вспоминаю детство, и вот это все, это не объективно, если объективно сидеть, то она хорошая, и вот отлично, вот между вот этими, Вот у меня она будет стоять Я поставил, если судить Объективно, по сюжету, по филлерам То, как их слили персонажи Я поставил 3,7 По пятипальной шкале Но поскольку я смотрел это в детстве И вот эти вот детские чувства Я поставлю ему твердую 4,7 И это близко к 5 Поэтому он берет очень плохую пятерку Оборота Берет 1,5 Не знаю, 0,5 Он берет 1,5 Из-за того, что есть там филлер Про какаши Нигая, вот и все А все остальное хрень Хрень, которую можно убрать нафиг Вообще ужас, ужас, ужас И Кураму они убили Зачем, я не понимаю Что происходит Истерика, истерика Ужас А мы рисуем Урашики Урашики, который победил Саски Как? Я не понимаю Урашики, который убил Саски Вы понимаете, в чем еще проблема В том, что Для нас Хакаги С самого начала Вот такие вот люди Которые, типа, вообще Всесильные Которые могут убить всех Хакаги для нас Это вообще Вот такие вот Персонажи С самого начала Аниме нам так вот Показывают, что Хакаги Могут всех и вся Убивать Деревнями Вообще, как хотят И потом Вот сейчас Хакаги для нас Это как-то так Типа, ну Что-то как-то хрень И вот Даже обычный один Урашики У Цуцуки Может убить всех Я понимаю, что У Цуцуки Как бы классная Команда Все дела Но все же Я считаю, что Нельзя так сливать Всех Хакаги Нельзя, чтобы Один У Цуцуки Уничтожал всех Хакаги Нельзя Нельзя Так может делать Только один человек Мадара Только он на это способен Остальных Остальным Только делать нельзя И Мадара Так может делать Только потому, что Он был В режиме Эдвард Тенсей Где Его тело Не может принимать Урон Вообще И его только Можно запечатать А у Цуцуки Ведь получают Урон Да? Если не ошибаюсь Они же получают Урон Если нет То да Тогда труднее будет Но все же Все же Нельзя, чтобы Один он Уничтожал всех Нельзя 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 Такое делать Нельзя Вообще Это ужас Это ужас Кишимото Ты как только Допустил Я не понимаю Как только Можно было Допустить Чтобы Один чел Уничтожал всех Хакаги Ооноки Еще убили Этого дедушку Которому было 100 лет Прикиньте Убили Ооноки И знаете Что? Что? Его сюжет Нелетний Я считаю Что одна из лучших Потому что Есть мотивация Есть мотивация Ооноки Что типа вот Его внук Умер Когда мир был Когда не было Войны Он умер Из-за Каких-то там Мятежников Которые Просто решили Что-то там Выяснить И понятное дело Что он хочет Судить кукол Чтобы воевали Не люди А куклы И тут возникает Другой вопрос Морально Правильно ли Отправлять кукол Которые Инстинктивно Думают Как люди Или неправильно Вот такой вот Мотив конечно же Но все же Я считаю Что это Правильная мысль По крайней мере К миру Потому что Наруто Ни хрена не делает Говнюк Договорился с Пэйном Что сделает мир Ни хрена Пэйн такой Сидит там У тебя Нагата такой Думает Наруто Ты сволочь Сдохни И я тебя убью Здесь Вот так вот Он там сидит Потому что Ни хрена Он не сделал Да Я конечно Понимаю Что Злодеи Наруто Пытались Сделать Ложную вещь По крайней мере Неправильно Потому что Если бы Все люди Попали в Вечное Сукуеме То Они превратились В зэцу В конечном итоге И Все Они Умерли Скажем так Но Они бы были Счастливы Несколько мгновений В своих фантазиях В этом Цукьеме В этом Генжицу Да И это Мотивация Война Потому что Он понимает Что война Не закончится Никогда И мы сейчас Это понимаем В своем Мире В котором мы живем Не в этой Мире Где Все придумано Человеком А в настоящем Мире И война Все еще Не заканчивается Что странно Я не понимаю За что Воюют люди Если в то время Воевали за землю Потому что Земля нам Была необходима Потому что Аграрная Проект Сельская хозяйственность Вот это Все дела Налоги брать А сейчас То что Сейчас то что Сейчас тоже Ничего не поменялось За эти 20-20 лет Ну я не понимаю Вы Негорсти Понимаете Про что я говорю Я не знаю Можно ли говорить Про это Нельзя ли говорить Про это Но все Я считаю Что это Бессмысленно И все Ты понимаешь Что это Бессмысленно Нахрен Я не понимаю Эх Ужасно Ужасно А мира То нет А будет ли Мир Вообще Я не понимаю Ну ладно Уйдем от Этой Плохой Темы Потому что Мы уже Закончили Лисовать Тонери Мы молодцы Мы нарисовали И урошики И киншики И ишики И мамошики И кагую Молодцы Тонери и кагуя Не всеми Вообще А вот эти Ишики Мамошики Урошики Киншики Вообще В одной В одной Тиме А кагуя Сатонери Ушли далеко-далеко Не в одной Тиме А не вообще Хорошо Я думал Что я звучу Еще один ролик Но Нет Я спать Я сейчас Убру Если буду Звучить Еще один ролик Потому что Мысли Не соединены Вообще Я сейчас Не могу О чем думать Потому что Уже Пять утра А нужно Спать Нужно Спать Еще Вставать В 11 Если даже В 11 То спать 5-6 Часов Маловато Хорошо Мы нарисовали Тонери Мы молодцы Что я сейчас Рисую Отметил Вот Молодец Хорошо Мы нарисовали Всех персонажей Мы молодцы Так что Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока Bye Bye